Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители качественного звука! Представляю вам видео по апгрейду и сравнению двух лидеров на сегодняшний день. Как я считаю, двух лидеров, которые очень пользуются спросом по соотношению цена-качество у любителей качественного звука. Это ЦАПы на базе топовых чипов двух лагерей, конкурирующих друг с другом, за счет чего происходит постоянный рост этих двух компаний и, соответственно, их продукции. Поэтому сегодня будем сравнивать ЦАП модели DA10 PRO на базе чипов от компании Asahi Kasey 4499EX и будем сравнивать ЦАП модели DC300 на базе двух топовых чипов противоположного лагеря от компании ESS 9039 PRO. Тоже две штуки установлены. На моем канале, кто следит за моими обзорами, есть уже обзор данных двух ЦАПов и сравнение их звучания. Но поясню, почему вынужден сделать второе видео. Потому что, во-первых, прошло достаточное количество времени. Дмитрий Макаров, который производит апгрейд этим ЦАПам, сделал исследование, получил дополнительные изменения в схемотехнике, в подходе к апгрейду, применил новые наработки и их достаточно большое количество. Также Дмитрий сказал, что апгрейд ЦАПа DA10 PRO он считает законченным, завершенным. Он получил максимальную реализацию в данном именно варианте. Ну, а надеюсь, что так как ЦАПов на базе чипов 9039 PRO в реализации DC300 у Дмитрия было немного, то надеюсь, что эти ЦАПы у него еще в будущем получат дополнительный апгрейд. Но, тем не менее, данные два ЦАПа прошли еще апгрейд от меня, замену тех разъемов, которые используются максимально, и всех проводников внутри. Также были некоторые схемотехнические решения применены, мои наработки. Что мы извлекли из данных ЦАПов? Это из обоих были извлечены разъемы питания, это из DA10 кучка, демонстрирую, разъем питания, разъем USB, проводники и разъемы остальные, которые были извлечены. Ну, это то, что сохранилось. Я не думал показывать, но потом решил показать. Из DC300 был извлечен точно так же разъем питания, разъем USB, элементы фильтрации питания, разъемы, переходники, проводники. Это что было из них извлечено мною. Установлены высококачественные монокристаллические проводники, установлены новые разъемы питания. Сейчас продемонстрирую. Итак, друзья, вид ЦАПов с обратной стороны, со стороны коммутации разъемов. Значит, были заменены разъемы питания у обоих ЦАПов. Причем в ЦАПе DA10 PRO, так как разъем питания использовался вот такой формы специфической. Нами были применены специальные переходные пластины, которые изготовлены на принтере. С двух сторон пластина спереди и из внутренней стороны. Это спасибо моему подписчику, его тоже зовут Дмитрий, за помощь в начерчении данных чертежей этих накладных пластин, которые идеально подходят в данном случае. Разъем компании использован в FURU-TECH NFC с родиевыми контактами. Разъем USB использован с контактной группой из телуриевой меди позолоченной. Сам корпус точно так же позолоченный. ЦАП DA10 также от Дмитрия Макарова имеет переключатель на задней панели. Вот он, вмонтированный Дмитрием Макаровым. Он переключает разные режимы воспроизведения. На сайте у Дмитрия Макарова есть сравнение записи звучания в этих положениях. Насыщенный в данном случае стоит и типа как нейтральный, можно его назвать, в среднем положении тумблер. ЦАП DC300 точно так же имеет разъем от компании FURU-TECH, но форма, которая соответствует задней панели FI-03, также с родиевыми контактами. И такой же разъем USB, как и в ЦАПе DA10. Контактная группа из плава телуриевой меди с покрытием позолотой. Сам разъем точно так же позолоченный. Внутри оба ЦАПа имеют предохранитель. Внутри именно в устройстве не вставленный в гнездо. Здесь тем более гнездо не имеет предохранителя. Предохранитель изготовленный мною вручную. Из монокристаллического проводника, чистое монокристаллическое серебро, позолоченное. Проводник изготовленный с применением графита, кварца и моих наработок. Также использовался припой при всех работах AYAT SS47, при всех работах с данными ЦАПами. Недавно на моем канале было видео о кабеле питания уровня HAYENT. Кабель не новый, но тем не менее он вызвал повышенный интерес у моих подписчиков. Были споры под ним. Поэтому я хочу продемонстрировать вам мою новую работу. Кабель питания точно так же изготовленный из оригинальных фирменных комплектующих кабеля и вилок. Пожалуйста, вашему вниманию материал. Друзья, хочу вам показать, какой кабель может получиться, заинтересовал мою кошку, лапу. Какой кабель может получиться уже не БУ и очень дорогой. Кабель не за все деньги мира, но очень и очень качественный. Из современных новых комплектующих, очень высокого уровня. Это кабель питания Акустик Ревьюв Power Essential 18000CCC использован. И вилки компании Furutech FI50, FI50M. Кабель новый моего изготовления. Был изготовлен специально для системы. Очень качественный. Вот такие современные новые кабеля питания могут получаться. Также в нем использована змеиная кожа компании T-Flex США. Для придания кабелю дополнительной защиты, дополнительной красоты, элегантности и хороших эксплуатационных характеристик. Друзья, данные два ЦАПа DA10 PRO и DC300. Я произвел запись их звучания. Запись была произведена на USB кабеле моего ручного изготовления. Я последнее время по разработке USB кабелей проводил точно так же работы, изучение этого вопроса, модернизацию, исследование, прослушивание. И мною была разработана версия данного USB кабеля, который получил новую маркировку ревизии. Ревизия номер 7 получила, порядковый номер. Запись данных ЦАПов будем производить на данном кабеле и сравнивать их звучание. Друзья, ставьте данному видео лайки, пишите комментарии. Буду очень признателен. Всем желаю удачи в развитии ваших Hi-Fi Hi-End систем. Запись звучания будет произведена на два микрофона. Запись именно в реальной живой обстановке. Сможем оценить и влияние комнаты, в том числе, на итоговый результат. Но, я надеюсь, будет слышна разница двух лагерей, двух конкурирующих компаний. От Асахи Косей, представитель DA-10 Pro. И от компании ESS, представитель DC-300. Всем желаю мира и добра. И как можно скорейшего прекращения всех фашистских, нацистских империй на нашей планете. Которые распространяют зло и не дают нашему человечеству мирно существовать. А теперь, друзья, смонтирую звучание данных ЦАПов. Всем приятного прослушивания. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА